Нужно ли сейчас переселяться из квартир на свой участок земли? Выживут ли люди в городах в ближайшие три года? Конечно, выживут. Почему люди сейчас переезжают в города? Дело в том, что это связано с тем, что сельское хозяйство видоизменилось. Когда сельское хозяйство только появлялось и была индустриализация, или начиналась индустриализация, то сельское хозяйство занимало последнюю очередь, потому что накормить человека с помощью земли было, в общем-то, несложно. В этом участвовало огромное количество людей. Это было первое покидание земель и заселение городов. И города несли некую такую тенденцию, и смысл городов заключался в том, чтобы там жили одновременно те люди, которые будут работать в индустриальных заводах, фабриках и так далее. Когда мир перешел в эпоху, наверное, сферы индустриализации она закончилась, все перешло в сферу услуг. Вот в этом мы сейчас живем. А технологический процесс, который такими огромными темпами или шагами запустился, на сегодняшний день уже не требует огромного количества людей для того, чтобы они были аграриями и помогали в сельском хозяйстве выращивать там что-либо. Дело в том, что сейчас небольшое количество техники может обрабатывать огромное количество полей. Применение гербицидов, пестицидов, там всяких поливалок, я просто не разбираюсь в этом, поэтому извиняюсь, может быть, за безграмотность в этом, позволило выращивать более активно и собирать более большие результаты при выращивании сельскохозяйственных каких-либо растений. Это все обеспечило, это все освободило тех людей, которые живут в селе от работы, и они вынуждены, скорее всего, жить дальше и быть полезными социуму, и именно поэтому они переходят сейчас в большие города. Таким образом, те люди, которые жили на земле, они хотят или не хотят, со временем будут все равно направляться в сторону городов, потому что в городах есть интернет, есть сфера услуг, есть возможности пользоваться финансами. Всем сейчас становится понятным, что дело только времени, когда войдут как бы электронные деньги, которые объединят весь мир. Это произойдет, я так думаю, в ближайшие 3-4-5 лет. Скорее всего, произойдут изменения, которые связаны с расчетами, то есть те барьеры, которые сейчас ставятся банками, государственными банками каждой страны, и пытаются это как-то контролировать, переводы денег и так далее, все равно как бы стираются по чуть-чуть, и в дальнейшем, скорее всего, это будет полностью свободная территория, свободное экономического пространства, где интеллектуальная собственность, где какая-то собственность, которая связана, как бы информационная собственность, которая сейчас приобретает стоимость, она будет более быстро продаваться, и от того, где живет человек, значения не будет иметь. То есть в дальнейшем, скорее всего, города будут разрастаться, количество людей, которые будут проживать в городах, тоже будет разрастаться. В этом ничего страшного совершенно нет. Ну и не нужно бояться того, что люди, которые будут жить в городах, не смогут выживать. На сегодняшний день есть конгломераты, это города с огромным количеством проживающих в них населения. Допустим, Стамбул 20 миллионов населения, или 18 миллионов населения, далее Мехико около 60 миллионов населения, Токио, ну и так далее. Есть целый ряд городов, где проживает достаточно хорошо огромное количество людей. Если количество людей будет увеличиваться, в этом тоже ничего такого печального или страшного нет, всем всего хватит. Как мы заметили, с количеством или с увеличением количество людей и демографии общей, увеличивается возможность создавать новые продукты, усиливать рост этих продуктов. Одним словом, можно сказать, если бы индустриализация и технологический процесс отставал бы сейчас, то количество людей, которые есть на сегодняшний день, оно бы не смогло прокормиться, и уже бы не хватало пищи этим людям и так далее. А это именно писали в 90-х, в 80-х годах, о том, что через 10-20 лет количество людей увеличится, это произошло, им будет нечего есть. Я согласен, если бы все было на уровне 90-х годов, то есть не было бы генетически модифицированных продуктов, специальных веществ, которые усиливают рост этих продуктов, гормональных каких-то препаратов, которые позволяют животным более быстро расти, то тогда, наверное, нас ожидал бы какой-нибудь демографический кризис, вызванный каким-то голодом, отсутствием электричества, тепла и так далее. Тем не менее, наша наука или наука всего мира справляется с приростом населения, поэтому переживать и особо сейчас заморачиваться в этом направлении совершенно не стоит. Все в порядке. Поэтому, если хотите, хочу, в общем-то, ответить на вопрос, так, ближайшие три года выживут ли люди в городах? Да. Они выживут и ближайшие три года, и ближайшие триста лет, и ближайшие три...